Приехала Оксана. Мой партнер. На зомбу мы тоже с ней. Друзья мои, мои духи пришли. Какой обалденный запах. Посмотрите, какая красивая коробка. Двенадцать. Сейчас скажу, сколько стоит. Одиннадцать тысяч со скидками. Ну, почти пятнадцать, но скидка. Еле открыла. Ой, как пахнут, ой, как пахнут. Посмотрите, какой красивый чехол. Посмотрите, какая красота. Видите? Манджира вайми. Просто обалденно. Сейчас я вам покажу дальше. Положу эту красоту. Тридцать миллилитров. Одиннадцать миллилитров. Посмотрите. Тут жасмин и все. Инстант крош. Парфюм. Сколько? А, шестьдесят миллилитров. Пардон. Шестьдесят миллилитров, мои дорогие зрители. Такая красота. А коробка... А, знаете, как открыть? Смотрите. Магнитом, смотрите. Ап! Видите? Ой, красотища. Все как положено. Оригинал. Всем привет, мои дорогие зрители. Я сегодня бегу на море. Вчера пыталась опубликовать видео мое. Два года назад было снято. Когда я первый раз купила эту шляпу и спрашивала у вас совета, подходит ли она или нет. И одна девочка там, Анна, кажется, ее... Мне понравился ее комментарий. То есть она его так раскрыла и указала мне, что мне не подходят такие шляпы с широкими полями. И, в принципе, на лоб не надо его... Вот именно надо открывать лоб, да? Не закрывать глаза красивые такие, как у меня. И почему-то... Ой, какая все-таки за два года, за два года изменилась. И я, когда публикую свои видео, никогда их не пересматриваю через какое-то время, если вдруг что-то там мне не подскажут, вот что-то так. Вот я настолько насмотрюсь ими, пока я делаю монтаж, что потом у меня нет нужды и желания их пересматривать. Я сегодня бегу, мои дорогие, на море. Это мой ритуал. Даже я йогу не делаю. Знаете, я впервые в жизни пропустила несколько дней йогу. Три дня я не занималась йогой. Это что-то необыкновенно, поэтому это необычно для меня. У меня такого пробила не было. Ну, минимум, максимум один день. Но у меня были усиленные... У меня была усиленная ходьба. Вот, и вчера я создалась целью, так как я очень отекла почему-то. Прямо чувствовала, что во мне скопилось очень много жидкости и прибавилось много килограмм. Так я вообще в основном 57 килограмм. А тут я встала на весы и я чувствую, у меня ноги такие прям как колодки. Ноги были. 60 килограмм. Думаю, Света... Ну, действительно, я когда хотела и кушала этот арбуз. И ни в чем себе не отказывала во фруктах, когда хотела. И было такое активное поедание. И это дало о себе знать. Все-таки, вроде бы, я не ем хлеб, не ем жиры, не ем мучные. Но фруктоза, вот почему. Когда, девочки, вы не можете сбросить килограммы и стоите на одном весе. Хотя ничего не кушаете. Фрукты — это причина во всем. Рука устает. Надо штатив было взять с собой. Но, к сожалению, у меня микрофон не подходит к этому телефону. Так что надо телефон менять. Камера хорошая, девчонки говорят. Когда мы делали фотосессию недавно, мы, девчонки, попросили сфотографироваться с моего телефона. Говорят, он у тебя такой классный, особенно фронтальная камера. И мне это очень поместило. Вот. Я перепрыгиваю с одной информацией на другую. Такая я смешная. И я вчера решила взять аскезу. Знаете, аскеза — это когда ты даешь слово, допустим, аскезову и на… Допустим, я не буду кушать сахар целый месяц. Но взамен вселенной Бог прошу тебя исполнить мое желание. Допустим, купить, получить новый телефон или духи, или еще что-нибудь там, не знаю. Или я не буду курить неделю, я не буду пить алкоголь в месяц. И взамен этого. Вот у меня вчера была такая аскеза на сладкое. И это, знаете, у меня такое чувство воли развито. Я вот сама смотрю. Потому что, когда я говорю… Сейчас, минуту. Когда я говорю, что… И даю себе слово, я его не нарушаю. Впредь до того, что я вчера вообще ничего не крышала. Был такой вчера стрессовый, тяжелый день. Я не знаю, что это за день такой мощный, энергетический. У меня были плохие новости от дочери. Ой, мама дочери. Ну, там нормально все, в принципе. Ну, вот это вот они ругаются. Это было какое-то вообще… Чуть не полетела я. Но, несмотря на это, я уже стала держать себя. Друзья мои, вот так все. И тело надо за завязки. Я стала держать себя, не реагировать так близко, не принимать к сердцу все. У меня это получилось, и мне стало легче. Потом у мужа был вчера суд. Сейчас расскажу, перейду дорогу, чтобы не сбегли. И тут мама с дочкой с утра со своими проблемами. Там идет… Объясню вам. Вот тут муж собирается. Они звонят постоянно. Это что-то был какой-то трэш. Я еле себя сдержала, чтобы проводить его с Богом, как говорится, спокойной душой. И потом приступила к другим проблемам. Мой муж пришел никакой. Он такой злой на весь мир и на свою бывшую жену. Он такой злой на всех. На детей своих. Вы думаете, общение продолжается. Он сам позвонил недавно дочери и спросил. Потому что он же понимает, что это все наиграло. Мама сказала позвоните отцу, чтобы согласился, наверное, на такие элементы. И они дали ложную информацию, что как будто мой муж работает, еще получает кроме пенсии зарплату. И мы хорошо живем. И все. И просят по 6 тысяч. И он еще так смешно говорит, мне понравилось. Она что, говорит, хочет стать пенсионером от меня? Слушайте, говорит, пускай она занимается своей жизнью. А когда он разговаривал с дочерью, дочь говорит, маму жалко, как это? Маму жалко, ну что, я должна ее смотреть всю жизнь? Ой, короче говоря, без пол-литра не разберешься. Он такой был злой, такой был злой. Он курил сигарету одну за другой. Вот эти сигареты, сейчас расскажу вам. Это вообще пипец. Насчет сигарет. Он курил 5 сигарет 10 минут за 10 минут. Я уже не выдержала, скажу, может, хватит, говорит, дымит. Ты чего себе, говорю, уничтожаешь? И я потом сначала терпела, терпела, думаю, ладно, нервничает стресс. Он говорит, вот эти вот встречи, меня, суды, ему так надоело за эти года. Так надоело за эти года. Говорит, они меня просто морально уничтожают. Родители, кстати, должны были вечером вчера уехать. Посмотрим, как и что. В общем, столько новостей у нас собралось. И у меня есть возможность поговорить о них, рассказать. Во время моего перехода на море я уже пришла почти. Вместе с вами так быстро время прошло. Мои дорогие, любимые зрители, благодарю вас за то, что у меня есть новостей полно. Так что все серьезно. Мы сейчас летим к своей цели. К запуску, к открытию камни, к монетизации. Кто этого долго вас ждал, долго ждал и не верил, пожалуйста, скоро все будет. А тот, кто хочет еще успеть как-то накопить, приглашаю вас в мою команду. Я вам помогу, доведу до нужного результата. Друзья мои, не теряйте эту возможность, ведь эта халява скоро закончится. Так, какие новости? Смотрите, наконец-то постепенно-постепенно дело продвигается. Тут, наверное, что-то делают капитально шикарное. Мои друзья уже все поуходили. Или, конечно, уже 9 часов, пока я допендерила. Вот так всегда я вожу с девочки, мальчики. Один партнер напишет, второй, третий. Сейчас у нас, говорю, все заработает. И даже сказали отпуска, отмените ваши. Надо работать и работать. Вот все в моей жизни происходит как нужно. У меня такие перемены, я не могу сейчас вам говорить. Моя поездка в Батуми, по-другому все произойдет. И внуки будут у меня, вселенная их мне привезет. Знаете, какие чудеса происходят? Вселенная привезет у детей. Вот. Вы верите в такое? А у меня происходит, потому что я верю во все хорошее. Вот сейчас я раскручу мой коврик. На него сяду. Он такой удобный, а то я раньше садилась на это полотенце. И было очень неудобно. Сейчас вот эта сумочка. Скоро мои деточки приедут. Друзья мои, я немножко заболела. У меня такое было состояние. Стресс перенесло. Очень много стрессов у моей очень близкой и знакомой. Подружке не скажешь, потому что подруга это та, которая постоянно на связи. Ну, очень близкая, знакомая. Вместе работали столько лет. Умер муж от рака. Они переехали в другую страну. И там все равно 8 месяцев иммунотерапия. Ничего не помогло. Это так все было для меня болезненно. Тут еще какие-то появились проблемы у моей семьи в Батуми. И в итоге я очень сильно перенервничала. Я старалась. Так защищалась. Но душа разрывалась от боли. Я даже вчера так наревелась плечом мужу. Но это бывает. И это хорошо, что такое бывает. Он так жалел меня, когда я плачу. Я просто рыдала, как корова. И все. Я пришла в себя. Я потом вечером нашла вот такой символ. Мне одна знакомая, моя подружка, бизнес-партнер присылала. Руна камыша, кажется. Камыш – это символ от недуга. И когда я его прорисовываю, надо повторять, я абсолютно здоровая. Я выздоравливаю с каждой минутой. Ну, что-то вот насчет здоровья нужно проговорить какие-то аффирмации. И вот сегодня я стала с таким состоянием души, энергии. Сделала йогу, сделала гимнастику для тела. А то два дня вообще никакая. У меня в 11 часов вебинар. Я начала, я вам раньше рассказывала, марафон по нумерологии. Мне очень интересно это. У Кристины Геазаровой, нумеролог номер один, она как цифры действуют на нас. И мне очень было интересно покопаться в жизни моей дочери, сына, мужа. И я много для себя нового чего открыла. Это как инструмент, один из инструментов мне для общения с людьми, для понятия их психологии. Вот мне как лидеру, по которой единица, у меня денежный треугольник я раскрыла. И я единица по бокам тройки внизу. Это говорит о том, что я лидер, я маг. Я умею доносить людям информацию, и люди идут за мной. Это так приятно, что я нашла свое предназначение именно в бизнесе. И вы знаете, что у нас по домашнему заданию зарабатывать первые деньги, даже за донаты. Но у меня физически вчера после первого дня не было времени. Я очень была занята конспектами, еще плохо себя чувствовала. Еще какие-то были звонки по бизнесу. То есть я полностью погрузилась туда, и только в 12 я освободилась. Сделала расчеты себе, мужу, дочеря, дочке, сыну. И, конечно же, у меня не было возможности сделать кому-то. Хотя уже один подписчик после моей рекламы уже согласился за донатой. Потом я посмотрела, насколько это очень важно. И каждый из вас тоже заинтересуется нумерологией. Кто-то верит, кто-то не верит. Но это ваше право выбора. Кристина говорит, ни в коем случае не бесплатно. Вы должны оценивать свой труд. Деньги – это обмен энергией. Так что сначала, может быть, я буду за донаты, а потом буду устанавливать цену, которую я считаю нужным. Это 10 тысяч рублей моя консультация будет. 20 тысяч берут за полный разбор. Это мы сегодня блоки и ограничения изучили. А вчера девчонки уже в чатах заработали такие огромные деньги. Консультация минимум 1,5-2,5-3 тысячи даже было. Но это меня ждет впереди еще. Если я захочу, делать мне будет нечего. Но мне интересно было это изучить для себя. Так, так я очень далеко отошла от темы. Сегодня у меня кето. Я опять пришла в форму, даже похудела. 56,5, было 57,2 на конец диеты. Потом я расслабилась, ела все подряд. Сейчас я по болезни два дня не ела вообще. Просто не могла. И вот у меня сегодня, сегодня у меня появилось чувство голода. Я так, ну не то что голода, хочется покушать. Уже хочется покушать. Тут сухие дрожжи, да, я посыпала. Авокадо посыпала, нарезала. Огурцы, перец, ну такой салат из зеленушки. Здесь у меня яйцо и кабачки с фаршем. Я не знаю, покушаю я это или нет, но глаза хотят. Естественно, капуста и вот такая вкусняшка. Йогурт с семенами чия и клубника. Все, друзья, пошла я кушать. Знаете, сегодня к нам прилетел голубь и сел на этот горшок. Я пришла, смотрю, сидит. Она там уже веточек подобавила. Еще у нас радость. Моя голубика. Завтра мы будем снимать урожай. Мой муж говорит, продадим. Ну вот, жарища у нас. Сейчас Эндер покушает и начнет убирать этих птичек. Моих девочек, мальчиков. Все, мои хорошие. А я пошла обедать. Мишка там сидит, обедает. Моих девочек, мальчиков. Можут. Моих девочек, мальчиков. Продолжение следует...